Здравствуйте, друзья! В эфире канал Нью Рашворд и в рубрике «Лаборатория политического и военного анализа», сокращенно «Лаборатория пива». С вами Юрий Гемельфард и Александр Глушенко. И оси Бендер, полное имя которого Остап Ибрагим Берта-Мария Бендер-Бэй, известный широкой публике как Остап Бендер, при посещении Элочки-людоедки подумал, стулья расползаются как таракан. Перефразируя осю Бендера, можно сказать, оружие в Российской Федерации расползается как таракан. Я не хочу. Дело в том, что в Нижнем Новгороде дворник нашел в мусорном контейнере ПЗРК «Игла». Как сообщается, это произошло на улице Сергея Акимова. Мужчина увидел около мусорного контейнера некий зеленый тубус, как сообщается, сильно похожий на корпус зенитки. Это пишет комсомольская правда, сильно похожий, очень грамотно, но ладно, это не важно. Дворник вызвал полицию, приехавшие взрывотехники обнаружили около помойки ПЗРК «Игла». Правда, сообщается, что взрывчатого вещества внутри не было, опасности для окружающих ПЗРК не представлял. Дело в том, что такое «Игла». Это переносной зенитно-ракетный комплекс СА-18, разработанный еще в Советском Союзе, предназначенный для поражения низколетящих воздушных целей на встречных и догонных курсах в условиях тепловых помех. Принят на вооружение в 1981 году, находится на вооружении армии России, стран СНГ, а с 1994 года экспортируется более чем в 30 государств мира. То есть, теперь добавилось 31 государство, мусорный контейнер, Сань. А атомную бомбу там случайно не могут найти? Как он туда вообще попал? Через забрен. Сейчас объясню. Дело в том, что система учета, хранения, использования, исписания всего, что связано с эксплуатацией вооружения, она очень четко и ясно прописана. Дело в том, что даже любая гильза, вот допустим, от автомата, от пистолета, от пулемета, должна быть сдана на склад. Если ты после проведения стрельб, не сдал соответствующему начальнику службы вооружения необходимое количество гильз, там, вплоть до того, ну вот у меня бывали случаи, когда несколько часов нужно, представьте, вот зима, допустим, да, горячая гильза падает в снег, растапливает этот снег, уходит на дно этого сугроба, да, и в любом случае ее нужно найти, посчитать, описать, составить акт на списание и после этого сдать на склад. Так я тебе больше скажу. Когда в 82-м году я проходил военные сборы и после караула разряжали оружие, один чичундрик, наш студент, он вначале дослал патрон к патроннику АК-74, потом снял магазин и нажал на спуск. Произошел выстрел, задолбались объяснительно писать, гильзу искали, что там все, я поэтому и голода такие вытащил. Это страшное дело. В первый же день, когда любой солдат приходит в армию, каждый командир ему объясняет, сынок, нет гильзы, нет патрона. То есть после стрельбы. Ты знаешь, ты же украл патрон, получается, если нет гильзы. Здесь, в принципе, даже какой-нибудь стрелянный ПЗРК, он, естественно, предмет особого учета. Я не знаю, кто его вытащил с территории воинской части. Я даже скажу, где в Нижнем Новгороде, я там довольно долго послужил, где он мог быть использован. Это, скорее всего, Мулинский полигон. Там проводятся стрельбы переносными зенитными ракетными комплексами. И я сам в них участвовал. Это Мулино, это километров примерно 80-90 от Нижнего Новгорода, Мулино, Смолино. Восемь детей? Это ты не оговорился? Восемьдесят девяносто километров? Нет, нет, нет. Охренеть. Почти сто километров. Отстрелянный ПЗРК, ну, раз там он не представлял опасности, как определили взрывотехники, значит, там заряда уже не было, он отстрелянный. Какой-то Чичунзер тащил его сто километров для того, чтобы выбросить мусорный бак. Это что за разгильдяйство? Да и я примерно предполагаю, ты знаешь, какой-нибудь красный командир ради коллекции, ради, может быть, какой-нибудь прапорщик, старшина, начальник столовой, там, знаешь, решил нарисовать из себя совсем военного человека. Думаю, сейчас ребенку покажу. Бросил в багажник своей машины, привез его в Нижний Новгород, ну, допустим. Ну, а что, что такого? Принес в квартиру. Потом, допустим, ушел на деньги. Ребенок выигрался, он решил его выбросить. Да, да, да. Саня. Да, может, он помер уже, а жена выбросила. Саня, я опять же вспоминаю тот случай со Шимоном, когда из... А, причем тогда, ты понимаешь, там гильза так получилась, она еще в траву отлетела. Там нас все... Ищите гильзу, мать вашу! Если из-за гильзы такой вопль был, то какой там Шимон должен быть из-за пропавшего ПЗРК? Я специально, подчеркиваю, я специально посмотрел в новостных лентах, нигде никакого Шимона из-за пропавшего ПЗРК не было. Не было. Нет, это отголоски вот этих лихих 90-х, когда бардак был жуткий. Когда можно было с территории части вынести все, что угодно. Когда ходили, бродили анекдоты там про то, как прапорщикам отменят правый погон. Да, чтобы сумку таскать. Чтобы мешок таскать на плече. Или когда командир части выезжает из... На УАЗике выезжает из ворот. А идет прапорщик, за собой волочит пожарный рукав. Ну, шланг. Товарищ прапорщик, что вы тащите за собой рукав пожарный с территории части? Товарищ полковник, мне что, его толкать впереди себя, что ли? Ну, это приблизительно то же самое. Слушай, тогда мой вопрос, который прозвучал в начале, он... Теперь уже я его задаю на полном серьезе. А там, ну, бомбу там не найдут? Насколько мне известно, в Нижнем Новгороде тоже, так же, как и на нашей с тобой исторической родине, по-моему, тоже находится точка, где расположены компоненты ядерной треады. Минуточку. Есть, есть. Там что... Есть, я там, я там... Так... Шесть лет прожил, знаю. Ну, и что тогда должны ожидать, что атомную бомбу там найдут? Это что за раздолбайство? Без взрывчатого вещества. Значит, взрывчатое вещество украдут заранее. Господи, до какой же степени раздолбайство дошли вооруженные силы при великом полководце, маршале, виноват, генералиссимусе Сергея Кожугетовича Шойгу. Это до какой же степени это доходит? Ну, так вот происходит. А я ясно, четко скажу. Кто не хочет кормить свою армию, тот будет кормить чужую. Или не будет вообще никакую кормить, и вообще никакой армии не будет. Те условия, в которых сегодня существуют вооруженные силы, я имею в виду с точки зрения денежного удовольствия, с точки зрения квартирного обеспечения, с точки зрения технического обеспечения, это полнейшая нищета и полнейшее бесправие. Главным образом бесправие. Вот результат, пожалуйста. Будут у вас и тоннами вывозить из воинских частей солярку, будут у вас валяться ПЗРК на помойках, будут и атомные бомбы валяться на помойках, потому что так к армии относиться нельзя. А, между прочим, самое главное, это, я выскажу мое оценочное осуждение, Сань, поправь, но главное, это именно бензин и солярка, потому что, если техника стоит с сухими баками, она хоть черта, она нужна. Они что, стрелять будут по своим? Нет. Ее не вывести на позиции, вывезти солярку, украдить все ГСМ и все, армия встала. Я не прав? Да. Нет, а это железно. А кто против-то? Дело в том, что там такие масштабы хранения того же ГСМ, ну вот, кстати, тех же самых боеприпасов, того же самого оружия, там огромные масштабы. Понимаешь, есть расчет на снабженческие единицы, которые определяют, сколько, допустим, в месяц, там в неделю, в год, там должно расходоваться на боевую подготовку, на повседневную деятельность воинской части, сколько должно расходоваться того же ГСМ, сколько боеприпасов должны расходоваться на учебную практику. И все это можно списать, все это можно украсть, все это можно вытащить, вынести и так далее. И вот в заключении я выскажу тоже мое оценочное суждение. Только официально на руках у россиян порядка 5 миллионов единиц стрелкового оружия. Но вот при том, о чем сейчас вот Саша сказал, я даже, мне страшно представить себе масштабы. Какое же оружие хранится у россиян на самом деле на руках, если вот в помойках находят ПЗРК? Впрочем, дорогие друзья, очень интересна ваша точка зрения. Напишите, пожалуйста, в комментарии. Я, как всегда, напоминаю, выгодил только вам. Подписывайтесь на канал Нью-Рашворк. До встречи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok